Это больничный документ на имя Евгения Белышева. Врачи засвидетельствовали, что в позвоночнике мужчины обнаружен чип инородный металлический предмет размером с небольшую монету. Мне трудно сказать, как он, во-первых, попал туда. Кто внедрил этот предмет в его тело? И как удалось не повредить кожу? Ученые говорят, что на Земле еще нет технологии, позволяющей незаметно проводить такие операции. Никаких операций у меня не было, ни ранений, в боевых действиях я не участвовал, ни шрама, ничего. С каждым годом все больше и больше людей сталкиваются с подобным феноменом. Врач-терапевт из США Мадди Нолан около 10 лет назад лечила пациентов на одном из островов штата Вашингтон. Женщина была шокирована. Во время осмотра она обнаружила у целой группы своих пациентов один и тот же вид подкожного имплантата. Он находился на внутренней стороне бедра, чуть выше колена, и представлял собой цилиндрик размером с игольное ушко. Кожа в месте вживления была воспалена. Но стоило ее потереть, как цилиндрик исчезал, видимо перемещаясь в другую точку тела. Я поняла, писала Мадди Нолан, что от имплантата исходит какой-то сигнал слежения или что-то в этом роде. Чуть позже с помощью лазерной эмиссионной спектроскопии был установлен химический состав извлеченных чипов. Невероятно, но в них содержался алюминий, кальций, железо, барий, медь, магний, марганец, натрий, никель, свинец, цинк, кремний, титан. И еще порядка 15 элементов. Несколько чипов таких проверял, там вся таблица Менделеева. То есть, для чего они служат? Скорее всего, идет отслеживание и человека, и, может быть, до его каких-то функциональных способностей. Это мини-компьютер, заложенный в человека. Согласно опросу Мадди Нолан, каждый из ее пациентов сталкивался в жизни примерно с одной и той же ситуацией. Находясь в помещении, человек вдруг слышал звук, похожий на раскат грома. Кто-то уверял, что звук сопровождала яркая вспышка. После этого начинало твориться что-то непонятное со временем. Хронометр показывал, что прошло два часа. Хотя, по ощущениям, прошло всего несколько минут. Примерно такая же ситуация произошла со школьным учителем из города Волжский. Василий Сидоренко косил траву на даче. Прогремел гром. Он не придал этому значения. Но в следующую секунду что-то кольнуло его в стопу. На другой день нога безумно разболелась. А потом стал нарывать. Он посмотрел, может, от косы что-то. И выковырял сам. Пробовал он, как учитель, имел микроскоп. Начал рассматривать, ну, какая-то железная штуковина. Иголкой не ломается ничего. Ну, и выбросил все. Ну, подумал, что осколочек пилы, ну, косы, а как она попала туда? А потом действительно убедился, когда раза четыре его так пытались наградить. По версии исследователя, это и есть те самые инопланетные чипы. Микросхемы, которые пришельцы вживляют в людей. Под микроскопом они напоминают что-то вроде прорастающих зерен пшеницы. Что такое имплантант? Ну, в общем-то говоря, статистически сходится эта выборка этих сообщений примерно на следующем. Это маленький такой стерженек. Несколько там миллиметров, ну, может быть, сантиметр длины. И на конце, как правило, содержит шарик двухмиллиметровый примерно. И шарик торчат маленькие иголочки или усики. Ну, совсем микроскопические. Но самое странное открытие школьный учитель Василий Сидоренко сделает чуть позже. Он однажды приходит и мне показывает на пальцы. Попытался тоже сняться. Вот, в пальце тоже уже побольше размера. Уже размера, наверное, два-три миллиметра ромбовидные. Хорошо чувствуется, прощупывается. Ну, говорит, хочешь, вытащим. Я говорю, давай пока подержи. Для чего-то тебе же ставят. Под контроль. Какой-то контроль. Дело в том, что, приближаясь к радиоприемнику, Сидоренко стал замечать, что создает слабые эфирные помехи. Дробинка в пальце словно бы вела собственное вещание. В известных работах американского хирурга Роджера Лира упомянуты подобные случаи. Он извлекал из своих пациентов имплантаты. Невероятно, но едва видимый кусочек металла становился самым настоящим приемником. С помощью специальных датчиков сигналы от этого инопланетного чуда удалось вывести на телевизионный монитор. И в результате доктор Лир смог перехватить один из телевизионных каналов, который вел трансляции из Бруклина. Физики считают, что подобные чипы могут являться некой многофункциональной программой. Это не только засечка местонахождения. Чип, имплантат, может иметь способность снимать с человека любую информацию. Не исключено, что те, кто внедряют их, попросту подпитываются психической или сексуальной энергией своей жертвы. Естественно, на расстоянии. Замечено, что чаще всего чипы соединены с кровеносными сосудами, способными играть роль антенны. Известно также, что кровь является солевым раствором, то есть хорошим проводником. Обычно эти чипы вставляют в нервные узлы, их спаивают, значит, концами, и поэтому через них проходит вся информация. То есть они отслеживаются полностью человека. И более того, таким человеком можно управлять, как биороботом. Более того, дана информация, что подобные имплантаты состоят из оболочки и ядра. Ядро состоит из магнитного железа, а оболочка из кератина, то есть белка, который не отторгается человеческим организмом. Размеры приемника, ювелирная точность изготовления потрясла ученых. Эти технологии еще нам непонятны. Но как подобные передатчики могут появляться в людях? Вполне возможно, что их действительно похищают, что-то вживляют и как-то программируют поведение. Но на уровне нынешних технологий мы этого обнаружить объективно не можем. Ну вот представьте себе, еще там, скажем, 50 лет назад мы не знаем про транзисторы, про микросхему, про чипы. Находим в теле человека реальный микропроцессор. Но на тогдашней технологии мы его как идентифицируем? Ну какой-то кусочек железа с каким-то кристалликом. Скажем, ну это отложение солей, скажем, там, материалист скажет. И мы его не сможем управлять, потому что мы его идентифицировать как компьютерный процессор не в состоянии. Мы еще не знаем, что такие бывают. 16 декабря 1947 года создан первый экспериментальный транзистор. Полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления электрического тока и управления им. Случайное совпадение? Или что-то подсказало американским ученым, как его собрать? Чуть позже, во второй половине 20 века, Соединенные Штаты Америки совершают новый технологический прорыв. Во все сферы деятельности были внедрены компьютерные технологии, в основе которых использование микрочипов. Именно вот представители этих кланов, ну, в литературе их обычно называют в основном кланами или группами Ротшильдов и Рокфеллеров. Ну, Ротшильды командуют в Европе, Рокфеллеры в Америке. Ну, в целом, это одна система, которая сейчас пытается построить так называемый новый мировой порядок. То есть, систему глобальной диктатуры. Согласно генеалогическому древу, составленному американским профессором Хорном, династия британских монархов, мультимиллиардеры Ротшильды и Рокфеллеры, английский премьер Черчилль, а также 33 из 44 президентов США, в том числе Рузвельт, Клинтон и семейство Буш, связаны между собой родственными линиями. Есть здесь и ветвь семейства Шикель-Грубер, бабушки Адольфа Гитлера, которая родила Алоиса, будущего отца Адольфа. Алоис, по одной из версий, незаконно рожденный сын Соломона Ротшильда, основателя австрийской ветви династии Ротшильдов. А значит, Адольф Гитлер – внук известного представителя этого клана и родственник всех здравствующих ныне мировых правителей. Многие историки отрицают эту версию, хотя согласны с тем, что Гитлер пришел к власти не с пустыми карманами, а благодаря связям с английскими и американскими спонсорами. Эти родовые линии привели Гитлера к власти. Это доказуемый факт. Семейство Рокфеллеров также основало научный комплекс в одном из университетов Германии для человека по имени Эрнст Рюден. Тот был одним из организаторов гитлеровской медицинской системы массового уничтожения. Гитлеровская программа по обеспечению расовой чистоты была разработана на основе евгенического движения, существовавшего тогда в Великобритании и США. В 2000 году американский кинопродюсер Арон Руссо рассказал всему миру о планах западной верхушки. Общественность была шокирована сказанным. Дело в том, что Арон Руссо был в дружеских отношениях с семейством Рокфеллеров. Однажды он присутствовал на совещании, где финансовая верхушка обсуждала план по устройству нового миропорядка. Этот план выглядел так. Вначале надо взорвать башни-близнецы. Затем объявить всем, что взрыв якобы осуществили террористы. Исходя из этого, можно вторгаться на Ближний Восток, захватить Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Иран, чтобы отобрать у них нефтяную трубу. Затем необходимо развалить Украину и Россию. Рокфеллер, смеясь, подружески сказал Арон Руссо, что войну с терроризмом никто никогда не выиграет. Как можно выиграть войну, в которой на самом деле никаких террористов нет? Ложь и лицемерие, по словам Руссо. Он вдруг увидел в каждом поступке финансовой верхушки. От создания Федеральной резервной системы, нужной лишь для того, чтобы сделать доллар главной мировой валютой и привязать к нему деньги остальных стран. А затем поработить мир своей денежной системой, не подкрепленной золотыми запасами. Понятно, что это дает возможность Америке диктовать свои условия и проводить политику кривых зеркал. Зло объявлять добром, добро злом, когда этого требуют их национальные интересы. Арону Руссо очень не понравилось то, что замышляют Рокфеллеры. И он спросил, зачем вам это все нужно? Ведь у вас все деньги, вся власть. Зачем вам это нужно? А ему Рокфеллер ответил очень просто. Затем, чтобы каждому вставить чип. И вот когда они каждому вставят чип, и этот чип будет подключен к единому контролирующему центру, их цель будет достигнута. То есть каждый человек будет полностью подконтролен. Его финансы, его личная жизнь. Шаг вправо, шаг влево. Отключим чип. Так и сказал Рокфеллер. Вот это их главная цель. Все очень просто. И вот выстраивание этой электронной диктатуры идет практически уже два десятилетия. Как только англосаксы узаконят вживление электронных микрочипов, у них будут полностью развязаны руки. Людям, которые не угодны системе, микрочипы станут отключать. То есть вольнодумцы будут лишены средств к существованию и обречены на рабство, либо на погибель. Планета Земля по плану мировой элиты должна превратиться во всемирный электронно управляемый концлагерь. В интернете можно найти множество высказываний представителей мировой элиты, которые говорят о необходимости сокращения населения не просто в десять раз, а в десятки раз. То есть это действительно людоедские программы. Эти люди, представители элиты, они вообще говоря ненавидят все человечество. Они хотят иметь небольшую группу рабов, которая бы их обслуживала. А вся земля, вся природа в первозданном виде должна достаться им. И лишние люди им просто мешают. Продолжение следует...